Привет! А в этом видео мы с Бабушкой Специи покажем и расскажем ТОП 5 блюд из кабачков. Блюда из кабачков на удивление разнообразны. Несмотря на то, что у кабачка нет ярко выраженного вкуса, блюда с кабачками пользуются большой популярностью. Хотя кабачки в чем-то напоминают огурцы. Рецептов из кабачков гораздо более вариантов. Итак, мы представляем ТОП 5 блюд из кабачков. Кабачковые котлеты с зеленым луком. Очень сочные мягкие котлеты по вполне бюджетному рецепту. Ищите простой и быстрый рецепт кабачкового блюда, чтобы при этом оно было еще вкусным и достаточно оригинальным. В таком случае рекомендуем вам попробовать котлеты из кабачков. Состав рецепта рассчитанный на 2 порции. Для жарки нам потребуется подсолнечное масло 2 столовые ложки. Специи перец красный молотый по вкусу, перец черный молотый по вкусу, соль по вкусу. Основные ингредиенты кабачки 3 штуки, яйца 1 штука, зеленый лук 50 грамм, мука 4 столовые ложки. Основной этап приготовления. Вымойте кабачки, почистите их и натрите на средней терке. Положите кабачки в сито, посолите, чтобы выделился сок и оставьте минут на 15. Зеленый лук очень мелко нарежьте. Добавьте кабачкам нарезанный зеленый лук. Массу тщательно перемешайте. Добавьте красный и черный перец, а также соль. Добавьте яйцо. Добавьте муку. Все хорошенечко перемешайте. Масса должна получиться густой. Разогрейте сковороду, смажьте ее подсолнечным маслом. На сковороду выкладывайте массу столовой ложкой. Обжаривать каждую сторону необходимо до появления румяной корочки. Котлеты из кабачков получаются сочными, нежными и очень вкусными. Большой плюс их очень легко и быстро приготовить. Подавать готовое блюдо нужно горячим. Торт из кабачков со сметаной и сыром. Легкий диетический закусочный торт из кабачков. Попробуйте. Состав рецепта рассчитаны на 8 порций. Для основы нам потребуется кабачки 3 штуки. Для крема нам понадобится сметана 300 грамм, плавленый сыр 100 грамм, зелень 100 грамм, чеснок 2 штуки, соль по вкусу. Для посыпки нам потребуется адыгейский сыр 200 грамм. Основной этап приготовления. Готовим основу. Кабачки нарезаем вдоль пластами толщиной 0,5-1 сантиметр. Выкладываем пластины на противень. Запекаем до мягкости в разогретой духовке до 200 градусов 20 минут. Остужаем. Готовим крем. Смешаем в миске сметану, плавленый сыр, порубленную зелень, измельченный чеснок и соль. Готовим посыпку. Твердый сыр натираем на терке. Выкладываем на блюдо слой из кабачков. Смазываем кремом. Посыпаем тертым сыром. Так продолжаем слои. Украшаем по желанию. Положить в холодильник на 2 часа. Хрустящие кабачковые палочки в духовке. Вкусные хрустящие кабачки. Отличная закуска к пиву. Подавать можно с любимым соусом и мягким сыром. Вкусовые оттенки можно варьировать, добавляя или убирая специи. Состав рецепта рассчитаны на 6 порций. Для основы нам потребуются кабачки 1 штука. Для маринада нам потребуется оливковое масло 3 столовые ложки, соль 1 чайная ложка, чесночный порошок 1 чайная ложка, паприка пол чайной ложки. Для панировки нам потребуется панировочные сухари 3 столовые ложки. Основной этап приготовления. Кабачок почистить от кожуры, нарезать брусками толщиной 1 сантиметр. Масло смешать с солью и специями. Помариновать в нем кабачки 20-30 минут. Обвалять кабачки в сухарях и выложить на противень, застеленный пергаментом. Запекать кабачки в разогретой до 200 градусов духовке 15-20 минут, пока на кабачках не образуется золотистая корочка. Овощной рулет из кабачков с сыром. Готовить такой рулет из кабачков можно не только для ежедневного рациона. В принципе, начинка здесь может быть абсолютно любая. Главное приготовить кабачковое тесто. В роли начинки можно использовать жареные грибы или мясной фарш, натертый сыр, срубленный зеленью, любые нарезанные овощи и прочие продукты. А для усиления вкуса начинку можно дополнить любыми приправами на ваш вкус. Состав рецепта рассчитаны на 9 порций. Для основы рулета нам потребуются кабачки 2 штуки, куриные яйца 3 штуки, пшеничная мука 4 столовые ложки, разрыхлитель 1 чайная ложка, соль 1 столовая ложка, зелень по вкусу, перец пол чайной ложки. Для начинки нам потребуется морковь 2 штуки, грибы 400 грамм, лук 1 штука, твердый сыр 50 грамм, сливочное масло 50 грамм, растительное масло 3 столовые ложки, сметана 1 столовая ложка, сухие специи по вкусу. Основной этап приготовления. Подготовим необходимые продукты для приготовления кабачкового рулета. Заранее мы обжариваем лук, морковь, грибы на сковороде. Остывшую начинку перекладываем в отдельную тарелку. Сыр натираем на мелкой терке, кабачки натираем на крупной терке, солим и даем постоять 10 минут для выделения сока. Этот сок мы сливаем. К отжатому кабачку добавляем куриные яйца, порезанную зелень, муку, разрыхлитель, специи. Все перемешиваем в однородную массу. Готовую массу выкладываем на противень, застеленный силиконовым ковриком и равномерно все распределяем. Ставим запекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 20-25 минут в зависимости от духовки. Запекаем до золотистого цвета. Внимаем из духовки кабачковый корж, выкладываем начинку из моркови, лука и грибов. Присыпаем натертым сыром, немного сыра оставляем для украшения рулета. Сворачиваем в рулет. Сверху рулет смазываем сметаной и присыпаем натертым сыром. Снова ставим в духовку на 5-7 минут для образования золотистой корочки. Вынимаем рулет из духовки, даем полностью остыть. Нарезаем и подаем к столу. Готовится кабачковый рулет достаточно просто. Получается вкусно, красиво и дешево. Можно подать в качестве закуски или как самостоятельное блюдо. Кабачки в микроволновке за 10 минут быстро и вкусно. Это очень быстрая, вкусная и ароматная закуска. Состав рецепта рассчитан на 2 порции. Кабачки 1 штука. Майонез 2 столовые ложки. Чеснок 3 штуки. Соль по вкусу. Перец черный молотый по вкусу. Подсолнечное масло 5 миллилитров. Основной этап приготовления. Для начала подготовим все ингредиенты. Кабачок нарежем небольшими кольцами толщиной пол-1 сантиметр. К майонезу добавим перец, соль по вкусу. Каждый кабачок намажем майонезом и чесноком. Затем смажем тарелку подсолнечным маслом и поставим в микроволновку на 10 минут. Кабачки в микроволновке за 10 минут готовы. Это был топ 5 блюд из кабачков по нашему с бабушкой рецепту. Попробуйте их приготовить и уверена, что вы удивите не только себя, но и своих близких. Приятного вам аппетита! Приятного аппетита! Продолжение следует...